Татьяна Кузьмиша вам перезвела Татьяна Кузьмиша 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 Я на следующую неделю сделаю объявление, так что ничего не нужно. Продолжение следует. Царю небесный, утешителю души истинной, и живи в детстве, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси влаже души наша. Отче наш, ниже и си на небесах, да святится имя Твое, да прийдет в Царствие Твое, да будет воля Твоя, ясно на небеси и на земле, и хлеб наш на сущность дашь на днесь. И остави нам долги наши, а кожу мы оставляем должникам и нашим. Не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого. Господи, дай нам этот день провести по Слову Твоему, научиться принять все, что Ты нам подскажешь, через братьев, через наставников. Господи, сохрани нас, и помилуй, и благослови, и слава Тебя за все, Отец, Сын, и Святой Дух. Аминь. Сегодня все чтения в Торсании Ефесянам. Пятая глава, с 8 по 19 стих. Громко. Только голос не поверишь. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Но вы, говорит, не сообщайтесь с ними. Потом напоминает им о прежней порочности, говоря. Подумайте, чем вы были и что стали. А именно, из тьмы светом. Прежде, по учению и по жизни, вы действительно были тьмой. А теперь свет, потому что и Бога познали. И совершайте дела света. Но это произошло с вами не от вашей добродетели, а от Господи. По божественной благодати. Итак, вы не должны иметь общения с сынами противления, на которых глядет гнев. Некогда вы были таковыми и достойными в гневах. Но теперь уже нет. Почему не возвращайтесь опять ко тьме? То есть благообразно и как прилично ходящему во свете. Мало того, и для других повелевает нам быть светом. Ибо сын света, конечно, и сам есть свет. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. Как бы объясняя нам, что есть чадо света, говорит, тот, который имеет плод Духа. Ибо Дух производит плоды не те, о которых впереди мы сказали, Но противны им благость, которая противоположна раздражению и гневу. Правду, которая противоположна лихаимству и истину, Которая противоположна ложному удовольствию и чистоты. И говорит о всякой благости. О благости ко всем, не только к друзьям, но даже к врагам. Испытывайте, что благоугодно Богу. Испытывать есть дело совершенных, могущих судить. Поэтому только несовершенному и невежественному разумению Свойственное избирать неблагоугодное Господу. Каковы вышеуказанные страсти. И толкование, посчитай то, что священок писательский, толкование. А вот это черное, это стих, а вот это толкование, да? Ну да, конечно. Поздравляем еще и кисянам, и кисянам. Вот это стих, который был. Для какого стиха там? Девятнадцатый. Ну вот, это черное, прочитай, это толкование, и дальше. И кисянам, пятая глава, с одиннадцатой по двенадцатый стих. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Но и обличайте, ибо о том, что они делают тайны, стыдно и говорить. Толкование. Бесплодные дела тьмы и греха, потому что ничто иное приносят, как смерть и стыд. И так не должно принимать участие в таких делах. Но, напротив, обличать. То есть наставлять тех, которые делают таковое. Так же в другом месте говорится. Не судите. Это сказано вместо «не осуждайте». Иное дело обличение и иное осуждение. Первое служит к исправлению, а второе – к смеянию и наказанию. А при том же не судите, говорит, о самых незначительных грехах. «Посему и присовокупляет, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего». Матфея, 7 глава, 3 стих. Намекает также Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе место в Ефесе. Ефесянам, 5 глава, 13 стих. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающее явным, свет есть толкование. Сказав, что вы свет, а свет обличает скрывающиеся во тьме, он присовокупляет, итак, если вы будете добродетельными, то не в состоянии будут скрываться лукавые. Ибо как при свете светильника не вошел бы вор, так при свете вашей добродетели будут уловлены и те, особенно если они обличены вашими наставительными речами. «Как рано, когда закрыто, не допускает никакого врачения, так и грех. Когда же будет обнаружен, то становится светом не сам грех, а делающий его. Ибо когда, подвергшись обличению, принесет он покаяние и получит прощение. Не удалится ли от него тьма? Или же говорит, что ваша жизнь, когда она открыта, есть свет, потому что никто не скрывает свои незазорные веры и деятельности. А тайное потому и скрывается, что оно достойно тьмы. Это то, и нужно выводить наружу и обличать». Ефесянам. Вот сегодняшняя блаженная нищая духа. В другом месте я читал, что это можно так, что ты рассматриваешь себя не как все делают, я православный. Как показали мне один фильм недавно, небольшой фильм, «Христиане» называется. «Ну, мы же православные, ну, все грешим православные, без этого никуда не денешься. Главное, православные можно все делать. А я обличаюсь в чем-то, я говорю, я не православный, но я не христианка. Так много будем православным, но не христиане. Потому что, блаженный нищедухом, ты рассматриваешь себя не так, как на тебя люди смотрят, ты сам думаешь, а я вот какой, я вот такой, нет, а как в глазах, то есть в Божьих, как ты выглядишь? А в глазах Божьих мой выглядеть, только посмотри в духовное зеркало, в Библию, в Евангелие, и ты увидишь, кто я есть пред Христом. Похожий я на христианин или на христианку? Не похожий я. Надо мне как-то быть. Вот ищи нищеты духовные. То есть, сам себя смиряй и ищи этого. Тогда Божья будет. А так, ну, видишь, все красиво, о, я нормально, я была на службе, я тот, а другой раз еще спросил, что Евангелие, а вот о чем Евангелие читалось, я не помню. Батюшка хорошо говорил, но о чем я не поняла. А в храме была, я отстояла, говорит, шесть часов отстояла в храме. Вот какие есть подвижники. Но не в этом-то дело. Ведь и здесь сделали что-то явное, оно явно может от родных скрыть, от матери, от отца скрыть, там, не узнать, от сестры, от брата скрыть, от друзей скрыть. Но от Бога-то не скроешь. Богу-то известны все наши, говорит, все слова, которые мы говорим сегодня, хорошие или плохие слова, они все записаны. Есть такая, помню, я у дедушки была книга, как она называлась, не знаю, большая книга. И в ней были иллюстрации, картины, такие, ну, как иконописные они там. И вот о страстном суде, как они там. И показано, как раскаленная сковорда, там на сковорде, там это человек, там это танцует. То есть, как говорится, это, что будет там это плач. Вот такие изображения были сделаны. Ну, как бы было понятно людям это. Поэтому, ничего не скрываете, знаете, что, ничего не скроется. Господь, Его всевидящие око, все видит за нами. Не только дела, но и слова, помышления наши. Почему Бог говорит, если я не смог сделать доброе дело, но хотел, но по кем-то, Господь, говорит, ценит намерение даже. Ты хотел, но по каким-то причинам от тебя не зависит, ты не смог это сделать. Но Бог принимает, как это сделано, этого и доброе дело. Читай дальше. И вся нам пятая глава, 14 стих. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Толкование. Спящим и мертвым называют человека, живущего во грехах, ибо он смраден, как мертвый, и бездействен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное. Так же, когда же пробудится кто от греха, тогда осветит его Христос. То есть, высея для него, как и солнце для тех, которые пробудились от сна. Пока же находится во грехах он, ненавидит свет, и не приходит к нему, и не относительно неверующих, только говорит это, но и о верующих, можешь найти различия между спящим и мертвым. Многие, делающие зло, не одобряющие делаемого, могли бы быть названы спящими. Они легко пробуждаются, и к ним-то относится выражение «восстань». А другие, которые и делают зло, и оправдывают его, могли бы быть названы мертвыми, так как их труднее вызвать к добру. Однако, и к ним взываемое слово, чтобы они восстали, ибо не должно отчаиваться относительно возможности изменения природы. Ефесянам, пятая глава, пятнадцатый стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, толкования. Опять предостерегают от горечи и гнева, как бы говоря им. Вы овцы посреди волков, ноги злообствуют против вас, даже свои домашние. Смотрите, никому не давайте повода во вражде. Кроме веры, пусть никто ни в чем другом вас не обвиняет, но оказывайте почтение и всякое послушание там, где нет вреда для веры, и будьте как голуби, ибо в том состоит мудрость или благоразумие, чтобы сохранить себя самим чистыми и никому не мстить. Ефесянам, пятая глава, шестнадцатый стих. Дорожа временем, потому что дни лукавы, не извраты толкования, не извратливости учит нас, но поскольку говорит время не ваше, и вы, пришельцы, странники и посторонние, то не ищите чести и славы, не отмщения, но все приносите к этим... Не ищите. Приносите. Не отмщения, но все переносите и этим искупайте... Переносите. Все переносите. И этим искупайте время. Все отдавайте, чего бы от вас не потребовали. Подобно тому, как богач, видя нападающего на него с целью лишить его жизни, все отдает и спасает себя, как и вы все отдаете, чтобы спасти главное, то есть веру. Не сущность дней порицает, ибо сущность дня свет. Конечно, не часы, а в них что лукаво. Но зато, кажется, порицает дни, что в них совершается. Как и мы обыкновенно говорим, дурной день провел, конечно, но причине того, что случилось во время его. Что бывает от людей лукавых, а не от Бога? И так дни называются лукавыми по преобладанию господства злых людей. Ефесянам 5 глава, 17 стих. Дни краткие. Очень краткие дни. Два одного, молодой человек, молодая, там, я еще успею. Буду, когда старенькая, тогда я покаюсь и приду к Богу. Но Господь посылает нам телеграммы, что смотрите, дни краткие. Вот, слышим, мы сегодня видим по телевизору где-то. Смотрите, люди спят ночью. Дом, войны нету там. все спят. И вдруг ночью страшный взрыв и пять этажей все это вниз падает. Сколько людей? не знаю, последний раз было вроде 10 или 12, которые погибшие. Еще достают, потому что разбирать начинают сверху. Пока дойдут уже трое суток, еще нет, все плиты там это все. Спали, люди спали. Дни краткие. Другой показывает, по телевизору как-то показывали. В Москве метро автобусная остановка рядом. Автобус остановился, люди выходят, заходят. Подъехала сзади такси, женщина заказала такси, подходит, женщина седла с такси, дверка, хлоп только. И в это время сзади КАМАЗ груженый врезается в такси и это такси, он его вминает в автобус. Это показывали. В эстаске из КАМАЗа шофер и убегает. Ну, его нашли потом. То есть, смотрите, как это может быть. А вот на войне погибают, вот на войне погибают, чтобы это, да и дома погибают, много погибают. Сколько погибают. Один раз, как-то, помню, это давно было. Пассажирский поезд, идет поезд, остановился поезд на станции. В последний вагон ехали демобилизованные солдаты. Человек сорок. Тогда, это в одно время и было, сейчас этого не увидишь, потому что по одному, по два, тогда так будет. И получилось так. Некоторые не успели еще сесть в вагон-то. По перрону гуляют. И в это время сзади врезается другой поезд. И он, говорит, вошел тепловоз в задний вагон, как рука в перчатку. Залез. То есть, кто были в вагоне, что там было. Представь. Поэтому, у кого есть дома, которые, братья, или сестры, дочери, сестры, как тебе так заводить в беседу, почему там не ходишь, дни краткие. Ты, сестренка, там ты не будешь как-то так, что до старости можете не дожить, завтра, может быть, сегодня день закончится. Поэтому думай, дни очень краткие. Даже на это. Господь нам обещает благо, но в то же время и говорит, что ждет, плач, скрежет зубов и плач. То есть, если мы не понимаем этого, то Господь, по крайней мере, хоть это вас устрашить может быть. Поэтому беседуйте, призывайте своих как-то, вразумляйте их. Время кратко. Дни очень краткие, краткие. Ну, прожил я 78 лет. И что? Да ничего это не значит. Смотришь, оглядываешься назад, так как вчера это было вроде бы. Только разница в том, что вчера я мог еще 90 килограмм, там, 70 килограмм мешок нести, а сегодня не могу и 20 поднять тяжело. Разница только в этом. А так, кажется, еще можно было. Сколько погибло в это время? Молодой человек, ничего не знает, помогает там, все-таки вдруг раз, и вот она, смерть наступила. У нас примеры, близкие нам примеры. Это все телеграммы от Господа нам посылают. Есть такое тоже сказание было, говорит, что мужик живет, и вот смерть явилась, он, а ты невзаконно поступаешь, почему, ну, должна бы предупредить, ну, давай, сколько тебе надо? Ну, у меня еще сын, неженатый, дочь замуж не выдал, я там дом не достроил, все, ну, тебе хватит 10 лет? Ну, хватит. Ну, давай, я буду тебе напоминать, смотри. Ну, он живет, проходит 10 лет, смерть является, он, а почему ты не рад, как у тебя после того, как через два года отец умер, похоронил отца, да, я тебе телеграмму первую, говорит, послала, а потом сосед-то был, друг твой, ты похоронил пять лет назад, да, я тебе вторую телеграмму посылала, и там еще кто-то, смотри, там 3-4 телеграммы тебе посылала, и ты так и не понял, что все, я пришел, пришла за тобой, понимаешь, как бывает, все это нам напоминает Господь, что не наши краткие, краткие, идем по улице, это вообще, в городе, кажется, ну, потеряю-ка у вас безопаснейся, да, ничего не безопаснее, она, все, все так же может быть, подскользнулся, упал, и хорошо, а то баран мог буднуть, как следует, и все, было у меня такое, легнуть, лошадь может легнуть, да, что угодно, говорите об этом, как-то, как говорится, не осуждайте, но обличайте кротко, и призывайте это, не кратко-кратко, совсем кратко, сегодня же вся обстановка, говорит о том, что вот-вот-вот, какой-то конец должен быть, уже все, уже до того близко, все это, если читаем пророчество, это о всем говорится, то близко, читай дальше, Ефесянам 5 глава 17 стих, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, толкование, так как говорит, в настоящие дни преобладают дурные люди, то вы, как мудрые, старайтесь не продавать им никакого повода, не подавать им никакого повода против себя, ибо в том, ибо в том состоит воля Божия, чтобы соблюдать себя чистыми, с сохранением и веры». Ефесянам 5 глава 18 стих, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, толкованием, и еще обуздывает гнев, потому что и неумеренность в вине делает гневливыми и дерзкими, а что порицает неумеренность, это явно ведь не сказал, не пейте, но не упивайтесь, но пьянство происходит от неумеренности, так как умеренное употребление вина доставляет и здоровье, и веселье, как свидетельствует Давид. И Писание к тому же говорит, «Дайте вина огорченному душою, то есть увеселение, находящимся в скорби, ибо оно смельчает огорчение и тоску, почему и Бог создал наши тела умеренными, чтобы они довольствовались немногим и стремились к другой жизни, то есть неумеренное употребление, ибо пьянство, ибо пьянство нездоровье приносит, но губит не только тело, но и душу, это и значит распутство, трата здоровья, если же словом распутство и простонародством, простонародным его употреблении обозначает здесь плотскую невоздержанность, ибо от пьянства происходит разврат». Ефесянам, 5 глава, 19 стих. «Назидая самих себя псалмами, и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших, Господу, толкование, хочешь, говорит, веселиться, избегай наполнять себя вином, а исполняй себя Духом Святым, и этого ты достигнешь, если научишься псалмопению, ибо поющие псалмы исполняются Святого Духа, равно как и распевающие сатанинские песни, исполняющие нечистого Духа. Петь псалмы в сердце, это значит петь разумно и без развлечения, ибо тот поет псалмы в сердце, кто внимает тому, что поет, и заметь, после того, как очистил душу от горечи и прочих страстей, тогда убеждает нас исполняться Святым Духом, и не просто придет Святой Дух, но исполнит наши сердца, а при существовании такого света в нас и всякая дурная добродетель, другая добродетель, будет легкой и удабоисполнима. Господу нашему славу, веки. У нас в деревне был один человек, такой, что прошел всю войну, танкистом, три раза горел в танке, остался живой, вернулся здоровый, ранения были небольшие, и там что, живой, но дома сгорел от самогонки в 45 лет. Представляешь, пройти войну, всю пройти войну, три раза в танке горел, танкистом, а сгорел от водки, и вся горела, да, как он пьет, так никто больше не может выпить. И все, и нету, терпел ушел. Сын его, тоже самое, в 45 лет умер, тоже от этого самого, понимаете, а ничего там вроде, вначале для здоровья, а потом уже нет остановки. Так, следующая исповедь будет 24-го, через воскресенье. Говорят, молитвословы раздали, которые воюют, и Путин называется архистративом. Архангел Михаил, как-то он в роли его выполняет. Ну, это, люди скажут, ну, что. Здесь так и надеются, не дай бог, что здесь может что-то быть, чтобы только, чтобы в это время ничего не случилось с ним. Вот, потому что, так, что еще, еще объявление такое я делаю, значит, мед еще нужен, нет кому. Если нужен, да, по той же цене. Можем, заставьте список, если можно сегодня, он вчера, я разговаривал с ним, я еще деньги-то не отдал, я ему еще отдал. Ну, как-то я специально не поеду, он говорит, да ничего, он говорит. Так, и теперь у нас в деревне, Женя Янчук, будет режать телочку. Вот. Телочка, это мясо редко, где такое бывает, я скажу, это откормленное. Всегда откормленного режали для лучших гостей, где, смотри, Авраам, там, три странника идут, он приказал откормленного теленка. То есть, тот теленок, который под матерью ходит. Они растут быстрее. Если такой теленок, там, полтора года вес набирает, то этот 8 месяцев уже вес такой, как у того, полтора года. Понимаешь? То есть, он кормленный мамином? Кормленный мамином. Ну, ему уже там 8 месяцев, допустим, он все это... Да, мясо, там вообще, оно деликатес. Это к Рождеству будет, да? Ну, к Рождеству нет. Сейчас закажете, сейчас он, сейчас его мороз, он может на морозе. Кому сколько, значит, это... Цена. 350. Любое оно, или как? Как? Ну, вот мякоть надо кому-то... Отдельно мякоть никогда не продает. 600 рублей на базаре, где мякоть? Мякоть без костей не бывает. Лена, запомни. Всегда. Косочка обязательно есть. Он рубит так, чтобы было и мясо, и косточка, там, и все это, вот, ну, я взял 8 килограмм, так, ну, косточка такая, там, есть как-то. Наши деньги, любой каприз. 800 рублей мякоть, чистая мякоть. Да, да. И 800 там, Вот 800 видел, вот тут. Да. Это там мрамор, на них называют мрамор. 350. Ну, я, значит, объявление сделал, просили меня, что если кому, значит, нужно, он, говорит, естественно, наберется, так, килограмм на 150, то будет резать, тогда, на этой неделе может даже, вот, чтобы набралось, она это. Куски большие, или какие хочешь? Большие только. Ну, тебе сколько, ну, не килограмм, наверное, там, взять, там, бывает, сколько? не по 20, не по 10. Да, нет, конечно, я заказываю ему 5 килограмм, но он встретил, чтобы у этого косточка получилось 8 килограмм, ну, пускай 8 будет, я что буду, как-то обрезать, что-то. Он делает тысячи, в этих, бывает 8, там, вот, там, 7, ну, никак не по 20. По 20, если это кто заказывает, допустим, мне одну заднюю ножку, все, где вся мякоть, там, и с костью, все, это так, там может быть 30 килограмм, 40 быть, люди заказывают, надо такое. Вот так вот объявление я сделал. Ко мне какие вопросы есть? Есть. Так, кто может посетить Татьяну Кузьминичну? На, передашь ей прославку. От меня. Мне кажется, сегодня день рождения, 75 лет ей исполняет. Ты что, куда вы? Когда собрались? Куда вы? А? я делаю. Ну, это, это прослава, расвещенная, где-то неосвещенная, расвещенная у меня. Досу любила. Передадите ей. Придет, споет. Давай, я бы есть. Ну, все, тогда я не знаю, что еще. Татьяну Кузьминичну, нет, болячих, я батюшка всех перечистил, но не помянул Анну, и Анну Курчину, и... Как там были, как ты все списки, я считал списки. Было, было. Анна, я полинарию, там записано. Варвара, Варвара. Главное, что... Варвару я говорил? Хорошо. Прошу прощения. Нет, ну, у меня записка, они там записаны, Курчина, Варвара, Николай, там, это все были. Вы, когда, даже поминаю усопших, там, произношу моление, Господи, помяни там, упокой рабов твоих, там, здесь лежащих, поэтому... Присоединяйтесь к молитве Батюшки. Если я начну читать все, то, знаете, что, я как был однажды, на одном службе, как начал, вначале, дьякон прочитал, там, полчаса читал, потом Батюшка еще полчаса, имена перебирает, и перебирает, и перебирает, это, всех там подадут им, а в Краме там стоит, может, 10 человек все, молящихся. А, что-то подадут они, значит, и вот они, почти час, на эти протеерии. Денежку заплатили, батюшка. Ну, вот и денежку заплатили. По честному отрабочению. Вы сами, я говорю, а вы присоединяйтесь к молитве, ты ко мной, кто, всех, даже невозможно, ну, хотите, давайте, я буду перечислять, это часа полтора, мне придется. Батюшка, вот протеерии Михаил, вы перечисляли, от которого убиенный, на войне, или друг? Нет, нет, этот был наш, он из катакомбных был, позвонили, он в Оренбургской области жил. Помнишь, к нам приезжал отец Михаил, который говорит, а у меня в храме, говорит, спокойно, у меня никто не разговаривает, никто не ходит. А сколько у тебя, говорит, надо? Ну, у меня, говорит, матушка моя и две дочери. Помнишь это? Он был, у нас потеряю, когда он приезжал. Умер, он, на 85-м году, 85-й год. Умер, на той неделе, мне позвонили, еще хочу сказать, кто будет расположен, помолитесь, умерла раба Божия Нина от старообрядцев. Она ходила несколько лет на занятия к нам, помните такое? Не говорила, сестра, как ее фамилия-то? Не помню фамилии, но вот она ходила, да, она очень такая, ревностная была, и ходила, вот прямо несколько лет она ходила на занятия, на Тихоучу, в паристическом университете она была. Пока не прикрыли занятия, пока не прикрыли занятия, она ходила. В общем, она у нас не была. Примерно, когда она умерла? Умерла неделю назад. Сестра говорит, она в общем, я говорю, я не помню, такое даже нет, она на занятия ходила. И она устаробрясла, устаробрясла, она там была вот таком, на клироссе она всегда была, активной она, да, активной там она, все любили. а фамилию знаете ее, тетя? давно нет, не знаю вспомнили ее? да такая небольшого роста худенькая ну ладно а мне нет вопроса? тогда я схожу от вас помните, двадцать четвертого года приезжали двадцать четвертого, двадцать пятого будет служба эту чашку вернуть туда посасли на столе сейчас, вам слово я говорил в прошлый раз что вы остаетесь на занятия кто приходит, приносите из дома еду летом отменили и сейчас каждый выметается домой обед я говорил мы приготовились сегодня ну так что, позавтракайте, нормально и потом занятия ведите больше каши и винегрет Игнатий Тихонович, вы слышите меня? вы меня слышите? сейчас вы сказали слово отменили я не хочу, чтобы вы были лжецом кто отменил? скажите конкретно фамилию этого человека кто отменил эту еду? зачем вы это говорите? ну к чему вы это все время? вы тут вещаете на всю вселенную я зачем кричать? чтобы Игнатий Тихонович он уже давно слышал кто отменил, Игнатий Тихонович фамилию дайте этого человека я его докажу меня тут не было никто не отменял кто вас обманул, скажите? кто сказал, что обменил? я сам слышал сейчас никаких обедов зачем вы на меня варите эту подзаборную всю? зачем? никто не варит не надо придумывать ничего не надо на меня придумывать я никогда не говорил не надо обедать я говорил это давайте чтобы тарелок много не было приносите вот так успокойся чтобы успокоить тебя я готов я не слышал этого только успокойся я знаю что вы не слышали я слышал я говорю что не слышал я никого не называл кто его должен был я только приехал на войнах никто обед не отменял это кто мог сделать это отменить кто кто у нас такой авторитет что он отменил обед кто все время было и тут нет ну кто кто был здесь ну не сосед же ну не ходили сюда люди и никто не обедал поэтому не кричи пожалуйста я для Игнатий Тихоновича чтобы он уже слышал он уже давно слышит хорошо кто понял кто понял уже я приехал и люди расходятся они не поэтому расходятся что завтрака нет они сами приносили эту еду им никто не готовил они ее сами приносили и тут ели люди ну почему перестали приносить то она непонятно почему перестали приносить и все я что ли их запретил их носить еду ну и время уже поздно и приехали рано знаете тогда я не терплю вот это вот лицемерие сколько раз ты нам говорил сколько раз вот только Игнатий Тихоновичу ехал давайте по-быстрому мне некогда Все, хотите идите в детскую, там ешьте, здесь есть мы не будем. Сейчас мы занятия, пять минут все, чтобы... Лена, Лена, хватит врать! Врешь, как силы мерят! Ну, вот один врет, другой врет, а ты правду говоришь. Ну, папа не шли, но на весь мир вы себя... Ну, зачем это? Зачем ты выскочила? Зачем ты высказываешь? Выключи вот это, берут они, берут это. Так, давайте успокоимся, все уже. Надя, поверешь тогда лицо, помилуй. Поверешь, не повернуть. Не жесть, не повернуть. Тихо. Так, Игнат Игоревич, у вас слово есть? Вообще, на березе. Тихо. Люди расходятся, я спрашивал, почему торопятся дома. Я сказал в прошлый раз, когда был здесь. Вот это, Надежда Васильевна, Львов Николаевна, приготовьте, люди не знают уж и... Вот здесь объявить, чтобы каждый, кто остается, приносили из дома. Как всегда было. Я другого не говорил. А кто, чего, я даже... А кого я сказал бы, когда меня не было здесь? Ну, факт тот, что на это стали ссылаться. Я поэтому и сказал, говорю, приносите. Помню, Сергей Павлович приносил тут люди. Это уже неплохо, когда пообедают люди. Что тут говорить-то, все понятно. Еще что у вас есть? Я хотел сказать... Вот никого нету. Вот все. Вот оно так всегда. Смотрите. Кто знает, что такое мафия? Семья нехорошая. Ну, мафия бывает, правительственная мафия. Самая страшная мафия какая? Это пишет не какая-то газета, а центральное известие. Самая страшная церковная мафия. И вот одна душа нас с ними занималась. Звать ее Ирина Гришина. Там миссионерский отдел, якобы что-то где-то было. И она вышла на нас и стала с нами. Как ее со всех сторон обложили. Там даже говорить нельзя. Куда спрятаться не знает. Прямо договариваются, как порешить надо. Ну и мать приехала там, забрала ее. И уже никуда, чтобы ни шагу не отходить, а то другое. Я насчитывал жития святых. И там написано, что монахи, если задумались, сделают, они сделают. Вот самая священная. Отравить решили. В проспор заложили яд. В проспор яд. Это жития святых. Демитрий Ростовский пишет мне. Я говорю где-то. Другой случай. У него привыщенный был медведь. Монахи почему-то возревновали. Он на нем воду возил. И когда его не было где-то, посылали, может все-то кому-то отдать. Вернулся, а медведь мертвый. И четыре монаха его берил палками. Как вот в Корее, а не собаки. Собаки едят. Но сначала в клетку, потом палками бьют, чтобы у них мясо было другое. Пропитание. Ну так считается это. А это нету. И он ничего не придумал больше. Поплакал. Да будьте вы проклятые монахи. Я вам мешал. Они буквально один за другим сразу четверо умерли. Вот теперь разбирайся как. Так это не один раз считаешь. Это уже газета та знает. Перед этим, если уже заметили там иезуитик где-то, человек не нужен. Какой бы ни был это кардинал, какой бы ни был сайт, проберутся и все равно уберут его. Поэтому у нас оружия против них никакого нет. Мы не успели сказать куда приехать. Сестря там уже знает. Собирается потеряем какой-то Иринов перегородить. Это сейчас настоящий момент. И вот ее и надо записать. Молиться о ней. И она в рассуждениях везде, где я видел, выступает абсолютно правильно. Правильно, что по слову Божию, как надо делать. Ну и показывает где она сидит. Вроде рядом как со священником, где занятия у них идут. Вам понятно как? Я не знаю какой возраст. Это 35, наверное. Примерно вот так вот. И никак нельзя помочь ее. Куда спрятать ее? Уже не знаю. Уже там уговаривать некому. Уже как если сатана делает так? Я это знаю. И знаю я, потому что меня Бог очень любит. И потом меня бьет крепко. Я могу поделиться опытом. У них ничего нет. В прошлый раз я сказал. Тут и сразу полиция приехала. Мы уже в дверейство им открываем. 70 раз звонили. Ну и разбирать кто, что, где. Я еще не разобрался. Уже разобрались. Откуда сейчас? С Сахалина. Ну Сахалин знаете где. Это не рядом за печкой. Я ничего не говорил, кроме того, что. Слово Божие помогает увидеть, где неправда. У нас неправда. Ни в ком-то. А раззатевая самих себя. Мы поневоле показываем, что у них та же самая история. Вот сегодня. Кто знает. Георгия Максимова, священника. Очень известный. И еще какой-то. И вот они там сидят. Там народ приходит. Приходит в большой зал. И они между собой как бы диспут идет где-то. А мне уже ночью скинули. Покажите. Там два часа, кажется, сорок восемь минут у них продолжается. Скажите, кто из них прав? Я говорю, Георгия это сказать. На меня он подал не один раз. Поэтому я к нему не расположен. Притом ни разу не разобрался. Но он говорит правее. А почему? Потому что ни у того, а другого. Главное, книга Библии не стоит на первом месте. Отцы святые по-разному говорят. Где-то собор. Только вселенский. Тоже разобраться. Поместный как будто нет. Я это все им выставил. Ну и отправил. Не знаю, будут они там считать или нет. А вот эти Георги, то он. Когда это Александрийская церковь. Там несколько. Я не знаю, приход или кто-то. Что хотят принять православные. Но только что были русские. А это Александрий Африка. А он был туда командирован. И там как поднялись. Патриарха. Этого Кирилла не поминать. Не знаю, сколько еще народов патриарха теряет. Но мне настолько это удивительно. Я, допустим, патриарха поминаю каждый раз. И днем, и ночью. Ему еще это прибавлять. Если моя молитва доходит, то да. Но я прошу, чтобы он по слову Божию поступал. А вот фотография такая. Вот так он держит ребенка. Патриарх. Голова его здесь. Он на спине как бы. Над купелью. И рядом то ли епископы стоят. Или кто-то там же улыбается. И он вот так вот. Я как патриарх портит детей. Зачем это нужно было? Он канона не знает. И доктор богословий и все. Ну в купель. Там видно, там немножко воды есть. А он его держит. Ноги там. Отец, видимо, держит его над ладошкой. И фотография стоит. Это не выдумка. Я могу что сказать. За все придется нам отвечать. Для кого послужите соблазнов. Почему-то мельнейший жернов там. Тут без всякого жерного не выплавишь. И тоже помолитесь. Потому что православие настолько в искаженном виде. Даже сказать страшно. Ну почему не погрузить? Баптисты погружают. Старобрядцы погружают. По-своему. Но полное погружение. Здесь никакого нет. Ну католик тех проще. Придумали каплю. Он кисточкой махнул. На кого попало. Все одевшие стоят. Уже крещение считается. Ну ты прими к сердцу. Ты скажи. Господи. Как же это так? Самые многочисленные католики. Больше миллиарда. Больше миллиарда не крещеные христиане. Я зашел там в Позняков. Или как его? Заместитель Сурикова был. А у него журнал лежит. Я смотрю. Державники. Чтобы держава была. И он мне сразу говорит. Мы за православие. Но против христианства. А то мы показали себя такими. Что нас за христианство никто уже не признает. Сейчас вышел небольшой фильм. Не вышел. А он был уже. Представьте. Класс назад. Кстати. Христиане. Кто видел? Там. Что ты. Надо присягу принять. А присягу то нельзя принимать. Я разбираю. Там видимо умер. Когда в притоне был где-то человек. А одну женщину стоит. Она присягу принимать будет. Она стояла. Стояла. Нет. Ну ты же христианка. А была бы христианка. Я бы проституцией не занималась. А их стоит там пять проституток. Все согласны. Священник здесь теперь. Давайте. Говорите за мной. Повторяйте. Мы христиане. Мы клянемся. На Евангелие. В котором написано. Не клянитесь где-то. А батюшка вчера у меня от начала до конца просмотрел это. И как священник там стоит хором. Дает обещание. Ну. А как? Не могут решить. Тогда решили. Ладно. Будем допрашивать без присяги. Одна. Один там начался. А другой говорит. А ты толстый такой. Ты в дверях застрял. Не заплатил мне сколько надо. Вот как. Судья говорит. Я не пойму. Кого они нас судят. Или мы их судим то. Еще кого то сказали. Она его как врезала. Вот так. Вот. Который заступается адвокатом. Вы понимаете. Это как Мария Магдалина. Ну она занимается. Но она не хочет быть. Она приехала. Скажите. Здесь была. Где устроилась у богатых. Кто тебя соблазнил. Спрашивает. Отец или сын. Отец. А как он рассчитался. Она все там выявляет. Я молилась Богу. Бог дал мне ребенка. Просила. Я молилась за него. Он умер. Ее не могут мне как уговорить. Чтобы она согласилась. Что христианка. Ну ты что молишься. Если бы я молилась. Я бы такой не была. Она все это отмечает. Ну подобрали такие персоны. Ну просто. Видно что она. Не на чужой работе работает. И поэтому надо. Смотреть. Сколько горя вокруг. И везде. Нужно слово Божие сказать. Никто не говорит. Все православные. И он начал говорить. Как она плащется. Она согрешила. Она такая. Она. Что она сказала. Ну будет врать что ли. Я никого не делаю. Никогда не молилась. Так. Она ползает. Там. Ну как это. В житях святых. Кается. Блудница. Это же блудница. Еще этого я не знаю. Не молюсь я. Это все. И сумели поставить. А кто Павел Лунген. Это. Остров. Который фильм поставил. Он как режиссер там. Как этой церковной мафии то. Александр Менин. Недавно что то я посмотрел. Фильм о нем. Там. Там. До сих пор все. Сокрыто. Неизвестно. Кто и как. Сколько уж там. Разбирательств. Происходило. И. И. Будет. Только. На. Суде Божьем откроется. Скорее всего. Можно. Да. Тут много. Говорили. О столе. А самое главное. Это не в этом деле. Не в этом дело. Кто сколько принес. Там. Кто там. Вкусно и невкусно. И так далее. Дело все в том. Что перестали. Просто ходить. На занятия. Перестали ходить. Люди. Просто перестали оставаться. На занятия. Не потому что там. Не было супа. Или там. Каши для них не было. Вот. Молодежь. Приходят. Дроботы. Они. Я так понимаю. Принципиально. Не приносят ничего. Фрося. Она хорошо готовит. Ей сколько раз говорили. Готовьте. Я. Для них. Готовил. Четыре года. Ну. Я сам лично. Последнее время. Марина. Говорит. Я не буду им готовить. Их. Они. Это. Неблагодарные. Я говорю. Ну ладно. Буду готовить. Я готовил. Приносил сюда. Вот такие чаши. А они не приходили. Или не оставались. Уходили. И я потом подошел. Их предупредил. Я говорю. Я последний раз вам принес еду. В следующий раз. Будете сами готовить. А им уже было. Ей уже было. Семнадцать лет. Или восемнадцать. Девчонки. Она спокойно может. А этому уже там двадцать. Ну это. Может год назад. Полтора было это все. Когда я им сделал заявление. Ну и что. И где они сейчас. Я бы сейчас. Наготовил. Вкусного бы. Наготовил. Вкусного. Я вкусно готовлю. Где они. Да нет. Нет. Подождите. Не надо меня затыкать. Подождите. Я тут тоже. Доскажу. Я еще только начал. Значит. Все. Они хоть раз принесли что нибудь. Зачем вы адвокат влазите сюда. Ничего они не приносили сюда. Да. Ну бывало. Они приносили. Нет. Они ничего сюда не приносят. Когда приносили. Ну скажите. Успокойся. 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 Давно начинаете здесь. Я еще до тебя дойду сейчас. Что ты тут выкрикиваешь. У меня. Обвинения. Сейчас я тебе все расскажу. Все объясню это. Так. Это вот эти первые. Которые дошноваты. Первые. Они не хотят. А. А. С вами как все началось. Почему. Вы. Это. Вам перестали. Суд делась. Я сказал. Я сказал. Три года назад. Я сказал. Три года назад. Вопрос задал. Да. Я ничего вам не задаю. Я. Три года назад сказал. Я. Буду за столом есть. Только свое. Я. Ни одной чашки не замараю. Ни одной кружки не замараю. С меня времени вообще никак не будет. Я вот сюда вот с Мариной сели. Она готовит или бутербродики. Или какой-нибудь там салат или яблоко принесет. Вот это мы съели. И все. Я никому не мешаю. Ваш суп. Он оставался вашим супом. Игорь приехал с Юлей. Игорь сказал. Я суп есть не буду. И вы вдруг почему-то решили. Что раз он не будет есть суп. То не надо значит. Вы перестали его готовить. Потому что Игорь перестал есть. А почему? Подроботов не было. Главные подъедатели были дроботы. Они только росли. Они ели хорошо. Они весь суп могли замолотить. И все что тут еще было. И еще бы прихватили чего-нибудь. Да не было. Ну и хорошо. Это было бы хорошо. Это было бы хорошо. Да. Но они не ходят на занятия. Вы что не слушаете меня? Они в церковь-то не ходят. Они не ходят на занятия. Поэтому все началось. И эта цепочка рухнула. А началось все с Игнатья Тихоновича. Когда он зашел один раз. А здесь еще посуду моют. И он сказал. Вам полчаса больше. Чтобы вы не ели. Все. Дал вам время на это. Мы начали тут выискивать. Как бы это все было легче. Я тогда понял. Господь просто меня призывает. Чтобы я поменьше тут сидел. И тарелкой чавкал. И все. Я перешел на подножный корм. И меня тут начали обвинять. Что я отсоединяюсь. И так далее. Я вместе с вами вот тут с краю сидел. Тоже жевал. Но только без всяких тарелок. И так далее. Вы здесь спокойно это все делали. Потом вы начали переходить туда. Мыть посуду. Но все равно время много уходило. Потому что. Супы это сколько чашек было. И так далее. И тарелок. Но самое главное. Не в этом. Самое главное. Что перестали ходить на занятия. И цепочка прервалась. Во-первых. Татьяна Кузьминична первая заболела. Людмила Степановна заболела. Это основные были у нас люди. Которые приносили. Надежда Васильевна. Она постоянно носила суп. Кашу какую-то. Но ее не оценили. Простите. Я просто утром не могу. Суп не хочу есть. Вот и все. Я не могу. Хочу наедаться перед занятиями. Вот. Это главное было все у меня. Я могу спокойно. Не то что потерпеть. Я как бы даже не чувствую ничего. Я вам спокойно говорю. Так. Где Лена убежала. Тут она мне тут все высказывалась. Она ушла. Лена говорит. А мы. Мы будем это. У меня. Я говорю. У тебя есть что поесть? Она. Есть. Я говорю. Ну садитесь. Кушайте. Чего вы не садитесь? Вот сейчас мы песнопение поем. Ты чего не садишься? Она. А кто еще будет? Я говорю. Какая тебе разница? Ты садись. И делай что хочешь. Она. Я не могу так сидеть. Вы тут сидите. А я тут одна ем. Я говорю. Ну хочешь туда пойди. Она мне теперь это вину ставит. Что я запретил ей тут есть. Ой. Прости. Вообще. Женщины. Женщины. Это самое непонятное. Что есть на земле. Я прожил почти 60 лет. И я хочу сказать. Я так ничего этих женщин не понял. Чего вам надо? Вот как Господь вас сотворил из нас. Еще не вечер. Вот так. Да. Вот так вы себя и ведете. И все. А Игнат Ильич приехал. Он смотрит. Да. Действительно. Деду. Вдруг кто-то запретил. Я самый громогласный. Значит я тут и что-то приказывал. Ничего этого не было. Я только поддерживал вас. Чтобы хорошо питались. Меньше тарелок мыли. Я с Мариной ушли. То есть на 4 тарелки меньше. Пожалуйста. А ну сейчас кто останется на занятия? Сейчас все уйдут. Никого не останется. Вот и все. И нет никакой еды. Это разогнал. Ну я приготовила. Мы приготовили 4 блюда. Ну я сказал. Я не ем суп. Достойно есть около истину. Вложите Тя Богородицу. Присновлаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую. Честнейшую Херубим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искрения Бога слова родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи. Пусть покажутся в неближении Своем. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи. Примя нашу молитву. Воздиание рук. Как жертву вечернюю. Благоухание приятное перед Пресловом Благодати Твоей. Господи. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых. Молящих Тебе на небе и на земле. Ты Бог сотворивший этот мир и сохраняешь его как зиждитель. Ты создал этот мир и человека. И все знаешь прежде бытия его. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный. Ради голговской страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их Господи и помилуй. И молимся о незаповедавших. Отверзим двери покаяния. Тебе за все слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори Господи, Владыка, слушает и дослышит голос Твои рабы Твои. Аминь. Аминь. Спасибо и славу Божию. Аминь. 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 Аминь.